Выступая перед собравшимися, сенатор отметил, что в Ленинском районе на небольшой площади проживает 120 тысяч человек. В таких муниципалитетах работа органов власти требует дополнительных организационных усилий и связана с определенными трудностями. Это и интенсивность транспортных потоков, и необходимость строительства нового жилья, и создание инфраструктуры, и формирование современной городской среды. Также член Совета Федерации высказал свои пожелания относительно выборов, которые должны состояться в будущем сентябре. Хотелось бы, чтобы на территории Ленинского района 10 числа выборы прошли таким образом, чтобы все точки были стабильны, работали достойно. И это очень важно, с учетом того, что это же ни в какие рамки не уходит. У вас руководитель видного постоянно, многие годы исполняющий обязанности. Поэтому мы рассчитываем на то, что с выборами 10 сентября мы решим вот эту основную задачу. Подобные встречи для сенатора еще и определенный повод узнать о жизни конкретного муниципалитета Московской области из первых уст. Присутствующие смогли поделиться с Юрием Липатовым своими соображениями и предложениями, касающимися политической и общественной жизни района. В свою очередь, член Совета Федерации поблагодарил всех, кто своим участием и обеспечивает столь необходимую обратную связь. Но посетовал, что среди этих людей мало молодежи. Я не увидел здесь вот какого-то большого количества людей, юношей и девушек до 30 лет. Я думаю, что над этим нам надо задуматься и как-то посмотреть таким образом, чтобы все-таки молодежь, может быть, помочь молодежи более активно входить в общественно-политическую жизнь города и района. В заключении встречи Юрий Липатов выразил благодарность собравшимся за насыщенный и конструктивный диалог.